Недавно задал мне вопрос человека, почему я не делаю оценку наушников на максимально возможном качестве, например, на том же Burson. Ответ примерно такой, ответ простой, что когда мы покупаем наушники к дорогой технике, нам нужны, там уже звук хороший, уже ничего делать не надо. Нужны просто прозрачные наушники, которые ничего от себя никакой не добавляли, если добавляли, то какие-то минимальные акцентики. Если мы покупаем наушники к дешевой технике, к бюджетнику или среднебюджетной, то в принципе от некоторых наушников требуется, чтобы они добавили массы, от некоторых, чтобы подчеркнули низа, как-нибудь притушили верха. То есть наушники для дешевой техники, в принципе, они должны как-то модернизировать звук. Просто изначально бюджетный сегмент, он дает достаточно плоский, достаточно, хотя и аналитичный, но не очень вкусное звучание. Вкусное в кавычках, не очень выделенное по эмоциональности. И наушниками это все вытягивается. Почему я говорил, что даймонды хороши? Потому что даймонды, они реально любой свисток превращают просто в божественную связку. Просто кайфы. Ну, не знаю только, что будет с V2020, с ними не могу попробовать. Но вот в принципе даймонды для любого свистка они просто идеальны. Как и для любого, там, Fio X3, Fio X1, какой-нибудь X2, X10. Вот со всем этим это будет гениально. Просто они чуть-чуть звук дорабатывают. Меньше дорабатывают вот KZ-ZSX, еще меньше будут дорабатывать какие-нибудь TIN Hi-Fi P1. Который P, не T, P. И чем получается вот эти, например, Starfield? Они абсолютно прозрачные. Если у тебя дешевый звук, Starfield тебе покажут, что у тебя дешевый звук. Они ничего туда сильно дорабатывают. Они чуть-чуть там, тут акцентик на басах, тут на серединке, чтобы было поприятнее. Но вот сильно как-то модернизировать звук они не будут. Поэтому с бюджетным плеером и Starfield'ах я почему сказал, что не надо их? Потому что с этой связкой ты услышишь свой бюджетный звук. Вот у тебя такой звук. Если ты вместо Starfield'ов воткнешь TIN Hi-Fi T4, я с ними сравниваю, потому что у них очень похожая АЧХ, то ты скажешь, о, ну вот это вообще другое дело. Потому что TIN Hi-Fi T4, они немножечко его модернизируют. То есть, немножечко там тело появляется, и ты такой, о, ну это вообще по-другому звучит. Поэтому отличаются, конечно, в зависимости от источника наушники. Но они отличаются как? Они, конечно, по цене тоже отличаются. Но можно взять и вот, например, тот же самый ICO H1. Отличные ушки, но они недорого вообще стоят. И они достаточно прозрачные, они не будут тебе модернизировать звук, как те же самые Diamond'ы. Вот Diamond'ы какой-нибудь дорогому источнику я бы не советовал брать. Зачем это? Хуже только будет. Они будут плохо откровенно звучать. То есть, во-первых, масса есть у источника. Они дают достаточно жирный, классный звук. И плюс Diamond'ы еще свои массы навеливают. И в результате что мы получаем? Какого-то Борова у себя в ушах. Слишком много массы. А если звук такой тоненький-тоненький, Diamond'ы свои массы добавили, и вот уже все расцвело, все красиво. Ну вот от этого как-то отталкиваться стоит. Но что именно взять? Вот я бы посоветовал. КЗЗ и TSX меня ни разу не подводили. Те же самые TRN-V90, это то же самое в другой обертке. Меньше выделены высокие. И КО-H1 отлично. Старфилды замечательные. Но они только к дорогим источникам. То есть, дешевым Старфилдами делать нечего вообще в принципе. Я попробовал к дешевому свистку подключил и понял, что я слышу свой дешевый свисток. Я знаю, что он дешевый, что вот он так звучит. И никакой радости от этого нет. Потому что подключаешь там даймонд и так, о-о-о, вот полетели. Ну, я надеюсь, я пораяснил. На что обращать внимание, по крайней мере. У меня не столько, я не столько стараюсь ответить на ваши вопросы, друзья. Заранее за это извиняюсь. Сколько стараюсь научить вас выбирать. То есть, объяснить как, что, как я делаю. Благодаря своему опыту у меня какой-то комплект знаний накопился. И благодаря этому знанию я хочу не сказать вам конкретную модельку. А научить вас, чтобы вы, во-первых, сами себе могли выбрать. Во-вторых, могли выбрать дружбану своему, когда он у вас попросит. Чтобы вы тоже умели анализировать и смотреть, почему, как и для чего оно. То есть, цена – это не показатель. Можно ли за 2000 долларов купить хреновые наушники? Я тебе уверяю, это легко. Которые будут сильно тебе украшать звук, сильно модернизировать его. А можно тот же самый звук, ну не тот же самый, попроще, конечно, но незначительно попроще купить за какие-нибудь 30-40 долларов. И это уже подобный диссонанс ценовой у многих был. Достаточно таких продвинутых аудиофилов, которые пробовали какие-то дешевые наушники не могли поверить, что от этого за 30 долларов, от этого 30 долларов, то у меня вот точно почти так же. Да, они лучше звучат, но, блин, это 30 долларов, а это полторы тысячи долларов. А разница там вот, еле-еле ее он может уловить на своей какой-то аппаратуре. Продолжение следует...